Мы с вами находимся в Ковизино, на месте, где два дня назад был произведен очередной сброс какой-то химии. Вы видите, какого цвета. Похоже действительно на нефть. При этом даже сегодня дикий запах, хотя тут администрация чем-то присыпала. Сегодня жители пригласили на место событий ТВЦ. Ребята работают, берут интервью, услышали интересную информацию, что оказывается на завод Люксо, якобы откуда произведен сброс, не была допущена оперативно-следственная группа, в составе которой были сотрудники ФСБ, прокуратуры, силовики, минэкологии и так далее. Дети детей тошнит. Уже в этом году мы обратили внимание, когда бегали здесь, я сам бегаю по этому лесу, на протяжении где-то в ту сторону полтора километра по направлению Колоса этот запах стоит. То есть сливают в больших количествах. Это действительно, как сказали, экологическая катастрофа. Заправка, что там горит просто, эта жидкость горит. Заправка рядом с нашим домом и с этим оврагом. Если кто-то, не дай бог, кинет спичку, все, мы все взлетим просто. Вот, и нам, значит, там от Министерства экологии ответ написали, что по результатам исследований выявлены незначительные, сейчас я вам скажу, превышение нормативов по соединениям хлора и азота. То есть вода у нас практически чистая, по их словам. Но самое ужасное, то что нам говорят, вы прикрываетесь детьми. Вот, это как это? Вот вы сами вот здесь стоите с нами сейчас? Об этом говорят спасатели. Которые к нам приедут. Вы прикрываетесь детьми? Да, у меня внук здесь неподалеку живет, да, я понимаю. Спасатели обращались сами в скорую. Вот сегодня я общался с представителем МЧС. После того, как с нами стояли. Вот, которые с нами стояли до трех часов, люди, они обращались в больницу. Но это же не дело, правильно? То есть и на следующий день люди тоже с МЧС обратились в скорую помощь. А нам говорят, что вы здесь раздуваете, а все нормально, зачем вы прикрываетесь детьми? Просим вас помочь в нашей беде. Жителям микрорайона Канезина, города Пушкина, мы задыхаемся. Мы задыхаемся от паров, мы задыхаемся, задыхаются наши дети. Мы мучаемся, у нас проблемы со здоровьем. Местная власть нас не слышит и вряд ли когда-нибудь услышит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...